привет друзья с вами большой дэн и проект рок-энциклопедия от ай до зэд и сегодня мы узнаем о группе горфест являвшиеся одними из лидеров голландской дэд-сцены горфест чье название можно интерпретировать как кровожадный фестиваль или праздник ужасов стартовали в 1989 году у истоков проекта стояли ян крис де куэр вокал бас и франк хардхорн гитара а дополнили первичный состав марк хохендорн ударные и алекс фанс хайк гитара всего через пару месяцев после начала репетиций квартет записал демо-кассету тэнглд энгора и хотя пленка реально заинтересовала представителей рекорд компаний на следующий год коллектив для верности нарезал еще один пробник хорос in a retarded mind благодаря которому не только затарился контрактом от местной фирмочки foundation 2000 но и получил возможность прокатиться по бельгии и голландии в одной упряжке с каркас пара концертных треков с тех гастролей попала на сборник ways you got now а в августе 1991 гоа фест представили публике свой первый альбом трек лист mind loss сложился из композиций с обеих демок и лишь один номер mental misery был действительно свежим так или иначе спродюсированный известным метал-гуру колином ричардсоном и сделанный под впечатлением от просмотра фильмов ужастиков альбом получил хорошие отклики среди поклонников жанра и команда обзавелась преданными фанатами далее наступила полоса перемен перед гастролями с американцами ревенант место алекса занял бау дэвэйн финсент бонни баккер затем неудовлетворенные сотрудничеством с foundation 2000 музыканты заключили сделку с нюклеобласт а позже за нерадивость был уволен марк новый барабанщик нашелся за две недели до начала сессии второго альбома им стал прибывший из леджи эд варби как и в прошлый раз записью рулил ричардсон но при этом фонс получился более техничным а хоррор текст вытеснила перенесенная и на последующие работы социально ориентированная лирика с такими темами как религиозные войны неонацизм депрессия и так далее для смертельного жанра альбом продавался достаточно хорошо особенно в нидерландах и германии а евротурне в его поддержку горфест провели вместе с day side и atrocity в 1993 команда выступила на престижном фестивале dynamo open air а по его итогам вышел концертник за эндховен инсэнити вернувшись к студийной работе коллектив сменил не только продюсера которым оказался пит колман но и стиль каноны традиционного дэд металла были нарушены и саунд стал менее экстремальным поэтому фанаты горфест разделились на два лагеря кто-то одобрил новый курс а кто-то с чего его предательством тем не менее диски рейс продавался хорошо и группа подтвердила свое направление и пишкой фи и синглом фридом а ян крис даже заявил что подумывает брать уроки вокала окончательно мутация саунда в так называемый dead and roll произошла на диске soul survivor где современный грув соединился с элементами семидесятнического хард-рока несмотря на вопли критиков и тот факт что нюклеоблас не стала продлевать контракт команда продолжала гнуть свою линию и уйдя на spv выпустила диск chapter 13 впрыснув себе инъекции индастриала и стонера к сожалению эксперименты голландцев так и остались непонятыми широкой публикой и после того как альбом потерпел коммерческая фиаско горфест приняли решение уйти со сцены несколько лет проект лежал в руинах но в 2004 был реставрирован проведя небольшую концертную разминку на нескольких фестивалях и вернувшись в лону нюклеобласт коллектив на следующий год выкатил полнометражку ля муэрте являющиеся чем-то средним между фолс и эрейс работа реально порадовала давних поклонников группы спустя пару лет команда выпустила седьмой альбом причем на райс ту руин сделала еще больший крен к своим детметаллическим корням к сожалению идеи по дальнейшему развитию у членов квартета быстро закончились и летом 2009 года горфест распались вторично бонни баккер впоследствии играл классический рок в группе джинджер пик а варби и хардхорн вошли в состав doom dead команды the 11th hour но при этом первый из них активно сотрудничал и с ориеном люкасином кстати название шестого студийника переводится с испанского как смерть что вполне соответствует канонам жанра